В регионе приступили к строительству ледового центра, который полностью спроектировали с применением технологии информационного моделирования. В чем преимущество БИМ-модели, сегодня рассказали застройщики и эксперты. Пока экскаваторы только начинают рыть котлован под сваи нового ледового центра «Стрижи», в цифровом варианте уже готов проект здания. Учтено все. От небольшого винтика до погодных условий и просадки грунта. Это и есть БИМ-технологии, с применением которых в скором времени должны будут возводить все крупные инфраструктурные объекты. Преимущество системы оценил глава региона Андрей Травников. Причем этот цифровой двойник начинает сразу же жить с момента окончания проектирования. Он живет в ходе строительства. Все изменения, которые здесь происходят, запланированы или не запланированы, выявлены, например, тем же дроном, который мы сегодня видели, они находят отражение в этой цифровой модели. Это, по сути дела, дает выигрыш и в ходе строительства, и выигрыш, самое главное, в ходе эксплуатации. В центре возведут две арены международного стандарта. Оба поля будут соответствовать техническому регламенту КХЛ, обещают застройщики. В десяти минутах от будущей ледовой арены возвели здание новой поликлиники. В каждое отделение, взрослое и детское, запроектирован отдельный вход, чтобы потоки не пересекались. Есть комната здорового ребенка, она находится напротив лифта, для того, чтобы родители со здоровыми детьми приходили, получали справки, какие-то необходимые выписки, чтобы не сидеть в общей очереди. И тем самым разделить потоки в ледовом поликлинике. Прием у пациентов почти все готово. Осталось установить новенькое оборудование. Все узкие специалисты – невролог, кардиолог, андокринолог, гастроэнтеролог и другие – в одном месте. Это и работа поликлиники, это и травмопункт в перспективе круглосуточно работающий. Это такие достаточно два мощных дневных стационара для детей и для взрослых. Это мощнейший блок диагностики. То есть направлять пациентов для какой-то глубокого обследования в областные или федеральные центры потребуется только в крайних, в редких случаях все возможности здесь есть на месте. Прием пациентов должны начать уже весной. А это примерно 25 тысяч жителей микрорайона. В этом году строители обещают сдать в Новосибирске еще три новых поликлиники в формате современных медицинских комплексов. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok